Далекий 1983 год. Это год, когда я переступил стены 31-й городской клинической больницы. Был очень молодой, очень рьяный такой. И надо сказать, что уже приезжая в ординатуру, за плечами у меня было 7 ляпроскопий, сделанных в городе Барнауль, у меня в санчасти моторного завода, с помощью аппаратуры красногвардеец. Ну, там это все у меня закончилось очень плачевно. Буквально после 6-й ляпроскопии, 7-й уже эндоскоп уже заварили. И на этом у меня, скажем так, общение с эндоскопией закончилось. Потом были 3 года работы на скорой помощи и затем ординатура. 31-я больница. И вот здесь я впервые познакомился, взял в руки инструмент с гордым названием Шторц. Поначалу, конечно, это были диагностические ляпроскопии. Я помню эту коробочку, футляр от эндоскопа, в котором лежал весь сет, с которым мы передвигались. Да, еще с собой был еще осветитель в руках. Из плановой операционной в экстренную. Так наскоро все это происходило с стерилизацией, по-моему, с помощью сайтов или вообще каких-то очень простых вещей. Ну и вот, собственно говоря, это было первое знакомство, первая любовь. А дальше все потихонечку-потихонечку развивалось. Уже в настоящий момент, я прикинул, уже 34 года мы идем рука в руку. Тут еще есть какая-то мистика, наверное, потому что название фирмы Шторц. Моя фамилия Шетте, тоже Штеров, поэтому здесь, я думаю, что уже какая-то связь, она изначально была кармическая представлена. И я думаю, что вот благодаря этому мы, собственно говоря, всю жизнь, ну а 35 лет, это практически вся жизнь, идем бок о бок с этим прекрасным гордым брендом Шторц сделал меня. Потому что же с первых минут, с первых дней общения с этой компанией, ну я понял, что эндоскопия это то, чем мне хочется заниматься, чем я хотел заниматься. Как я говорил, уже даже еще в момент прохождения интернатуры в городе Барнаул. Ну а теперь в Москве, это просто та компания, с кем мы идем рука в руку уже в течение такого большого времени. Поначалу, поначалу даже казалось странным, что мы очень долго работали на уровне диагностических допроскопий, с какими-то небольшими элементами оперативного пособия. Ну и, конечно же, конечно же, взрывом была моя стажировка, мое обучение в течение двух месяцев. В 91-м году в клинике замечательного доктора Мариса Бруа, Клермон Ферра. А те два месяца, которые прошли, как был фильм «8 дней, которые потрясли мир», у меня было два месяца, которые потрясли мир. И наше даже первое знакомство с Марисом Бруа уже было очень судьбоносным, очень интересным, кстати. Это был Европейский конгресс 90-го года, который проходил в Москве. И на этот конгресс Марис Бруа привез презентацию. Это в то время, когда у нас были в основном диагностические ляпроскопии. А презентация была посвящена ляпроскопической гистеректомии. Что было интересно, я просто смотрел на это, открыв рот. А передо мной сидели две женщины, два московских акушеры-гинеколога. Они не взяли с собой наушники, поэтому пытались понять, что говорит профессор Бруа по-английски. Ну и диалог был такой. На экране проходит ляпроскопическая гистеректомия. Одна из докторов спрашивает у другой, скажи, пожалуйста, что он нам это показывает? Я такие операции делаю каждый день по 3-4 штуки. Маленькая пауза, противоположная. Персонаж говорит, да ты не понимаешь, что это делают с помощью эндоскопии. Опять пауза, снова вопрос встречный, говорит, скажи, пожалуйста, а почему крови-то не видно? Опять пауза и ответ финальный, который меня просто поразил. Говорит, ты не понимаешь, это пробные, еще пока опыты делают на трупах. Ну, понимаете, до какой степени это было фантастичным и революционным. И вот с тех пор, собственно говоря, вот с 90-го года, с момента знакомства с технологиями фирмы Шторц, уже связанными с оперативной ляпроскопией, я понял, что да, конечно, это революция в гинекологии, в частности, если мы говорим о гинекологии. И вот с 91-го года, уже сразу после приезда из Клермон-Фера, в нашей клинике эти операции делаются ежедневно, ежечасно. Клиника работает в эргентном режиме, и поэтому каждую минуту мы готовы вновь и вновь общаться с нашими пациентами посредством и через призму бренда «Карл Шторц». Что Карл Шторц сделал, опять же, для моей жизни, для моего практического роста? Практически все он сделал, потому что с первых дней общения с представителями этой компании я, конечно, не могу не вспомнить, не сказать массу хороших, добрых слов в сторону Клауса Шведера. Я считаю, что человек, который является папой таким тантрическим российской эндоскопии в любых областях, в частности, в гинекологии, тех, которые очень-очень много сделал для внедрения и становления эндоскопии в России. Это первое. Второе, я считаю, что сам рост меня как профессионала просто был бы невозможен без общения и с сотрудниками, с менеджерами фирмы «Шторц», Михаил Лобан, Паша Шварц, Дима Гуров, Мираб, Сергей Ахундов и многие-многие другие. Если кого-то я забыл, я прошу прощения, потому что все вы в моей душе, вы поистине стали не просто менеджерами фирмы, которая дает мне возможность работать, вы стали просто моими хорошими друзьями, которые знают мою семью, моих детей. Я просто не мыслю себя без общения с сотрудниками фирмы «Шторц». Кроме того, конечно же, благодаря этой методике я узнал очень много и в окружающем мире. То есть те всевозможные, в большом количестве проведенные семинары, это территория нашей страны от Архангельска до Владивостока, от Калининграда до, не знаю, до Сахалина, везде, везде, куда меня забрасывала жизнь. Опять же, почему она забрасывала? Забрасывала, потому что приходилось, с большим удовольствием приходилось приезжать туда, проводить мастер-классы, либо семинары, которые организовывала фирма «Карл Шторц». Так, вспоминая, ну это не знаю, это обойдет, не войдет. Воркута, год, по-моему, 93-94, родильный дом. Одна стойка на весь, на всю Воркуту. И туда я приехал буквально на неделю, чтобы как-то запустить, быть стартером вот этой программы эндоскопической. На большом интенсиве проходят эти пять дней. Последний день, последняя операция. Главная медсестра этого роддома, увидев, как все проходит, она решила все-таки отдать мне в руки свою дочь, которая страдала бесплодием, хронический адрексит. Ну, это такие уже охотнических рассказов. Итак, оперируем. А что такое Воркута 20 лет назад? Это, не знаю, как сейчас, но это сплошные падения, спады напряжения. Ну, я так, перед тем, как начать работать, уже немножко знал, что вообще есть в этом роддоме. Знаю, что вот есть одна стойка в Воркуте, больше другого ничего нет. Работаем, у пациентки тяжелый спаечный процесс, четвертой степени. Разделяем спайки, открываем трубы. Буквально остается минут 10 до завершения, ну, какие-то, наверное, точки расставить над «и». Скачок напряжения гаснет лампы в осветителе. Ну, я спокойно знаю, что одна запасная лампа еще есть, по ходу меняем. Продолжаем работать, еще минут 5, еще один скачок напряжения, еще, опять же, лампа гаснет. И я понимаю, и все окружающие знают о том, что больше таких ламп на расстоянии, там, буквально, полутора тысяч километров вообще нет. Паника полнейшая, тут же стоит эта главная медсестра, она понимает, что операция не закончена, что делать. Я говорю, ребят, там у вас внизу стоит кальпоскоп, не понимая, что делать дальше. И, пожалуйста, они не понимают, что делать дальше. Я тоже для себя уже как-то сценарий нарисовал. Я говорю, привезите, пожалуйста, привозите, добивая. Я выдергиваю световод из мертвого уже осветителя, включаем кальпоскоп, подставляем торцом этот шланг осветителя к кальпоскопу. Появляется какая-то картинка, какое-то изображение. Ну, правда, уже камера уже не тянет, но уже, по крайней мере, глазом, по старой методике, без видеосистемы, заканчиваю эту операцию. Все успешно, трубы проходимы, спаек нет, показываю опять же через телескоп эту картинку главной медсестре, все довольны. На этом мы завершаем на данном этапе мастер-класс в Оркуте. Что я хочу сказать? Даже в тех вот трудных условиях можно работать на аппаратуре фирмы Шторц, она этого достойна, и мы достойны этого. Срок большой, с одной стороны, срок маленький, с другой стороны, потому что, конечно, эндоскопия, она в своей истории насчитывает большее количество лет. Но радостно то, что 20 лет мы вместе. Мой учитель Валентина Григорьевна Брюсенко, когда зашла лет 17 назад, возникло предложение, чтобы данную операционную в 31-й больнице переоснастить и поменять аппаратуру Шторц на аппаратуру Олимпус. Она сказала замечательные слова. Вы знаете, если я со своим мужем живу уже, не помню, сколько тогда было, на тот день, там 35 лет, и он меня устраивает, зачем я буду менять его на что-то другое? Вы знаете, если мы уже столько лет живем вместе с фирмой Шторц, естественно, нам не хочется ни менять ничего, ни сам бренд, ни всех менеджеров, с которыми мы уже привыкли работать столько времени. Уважаемые друзья, коллеги, друзья, я хочу пожелать нам всем долгого-долгого общения, успехов вашей фирмы. Если успехи будут у вашей фирмы, то, соответственно, будут успехи и у нас. Я вас всех люблю, ну и готов всегда прийти, если что-то случится, к вам на помощь. Вам, вашим женам, подругам, родственницам и так далее. Я ваш, Сергей Шторов.